это леса в америке ее канал вот этот вот леса в америке я его смотрела давно уже у нее много подписчиков живут она в южной каролине и она значит все хвасталась как классно в америке а у нее подписчики подобрались под нее именно момент что вы сейчас легко попасть в америку мужики туда попасть приехать так быстро устроитесь вот так вот жить просто жить прекрасно в америке у нее все видео и особенно она чем прославилась вот это бесплатно сша она ходила и бесплатно брала еду ту еду которую я бы например вообще бы в жизни есть не стала но она разрекламировала америку началось это во время вот как раз таки вот этих к видных фигней она когда канал свой за завела и русскоязычная семья или украинская русскоязычная случае семья родили они кучу детей чтобы гражданство получить ребенку и у нее короче вот это все по поводу значит бесплатной еды у нас сегодня будут бесплатные продукты привез две сумки интересно что нам дали давайте вместе посмотрим сделать это у нас морковный торт на корж если вы обратите внимание похож как на медовик 7 долларов стоит такой пакет 18 штук здесь в общем 5 груш 7 по 1 здесь маленькая зубная просто крест и ванзам или губ такой смотрите классный так вот она ездила и набирала бесплатные продукты которые выдавали нищим вот и она это делала постоянно и записывала значит видео на эту тему что мы что мы сегодня бесплатно набрали что мы завтра бесплатно набрали если я вообще не питались у нас все есть еды полно дома не купили муж у нее устроился работать этим на машину на как она называется на трак да на грузовик и на вот все у нее весь канал что мы получили это потерянные посылки какие-то потерянные там на барахолке какие-то вещи они набрали какие-то купоны она набирала распаковки надела вот она этот беременная уже родила кучу детей короче говоря и вот в основном весь ее канал вот это все бесплатно среки вот у него видимо видео называется друзья всем огромный привет нас необычное видео начинается про бесплатные продукты нам дали вот такую шикарную коробку с персиками получается здесь 9 персиков 2 в общем-то да от порченной части вот так скажем давайте я посчитаю скот бомбезная короче малина такая одна упаковочка минимум пять долларов это много просрочки это то что уже магазины должны выбрасывать и они отдают вот этим нищим то есть вот так называемые футстемпы или малооплачиваемые люди им разрешают ходить и набирать вот эту вот еду вот и в общем она вот таким занималась у нее весь канал был посвящен сколько на бесплатно набирает и что на эту бесплатную на этой бесплатной подачи еды она получает вот у нее опять тут у других тоже такие же каналы бесплатная еда в америке то есть целые горы к этих ютюберов они стали популярны на тему что они получают бесплатно из еды вот она получала 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 и очень была довольна и хвалила и вот значит купили они дом народили кучу детей прошло два года она потерялась у меня больше как-то но я на нее не было подписано смотрю значит мне вдруг приходит мне вдруг приходит вот такое видео с этого канала в общем поломался холодильник не подписано и написано такой титр приходит что это ужасно правда про америку не хотела вам говорить долги бесплатки больше нет америка наизнанку знаете я вспомнила канал потому что леса в америке такое как бы интересное название я вспомнила мне просто попала в линию в ленту я думаю зайду посмотрю просмотрела уже 400 тысяч человек этот канал вот значит получается что ужасная правда про америку долги бесплатки больше не то есть то бесплатная еда которую они получали уже наворачиваться к крестам этим тазом и муж у нее который был соответственно этим как его называют водителем грузовика он походу потерял работу или работы стало меньше общем она начала очень сильно плакаться что жизнь уже не та в америке вот я хочу чтобы вы посмотрели это то что я вам говорю все время на этом канале когда принес надо будет на мусорку отвозить вот так что стоит поломанный холодильник утро началось того что проснулся джейсон если ты водитель или у тебя своя фура неважно значит а насколько вы знаете мой муж он работает на траке он водитель дальнобойщик и так получилось что сейчас очень сильно большой кризис у нас называется в траковом бизнесе если ты водитель или у тебя своя фура неважно значит грузов очень мало платят за них очень немного и получается что он а водители еще прибавилось потому что у нас очень большой наплыв людей которые до мигранты и многие из них идут работать на фуру и в общем-то водители много грузов мало и за груза очень мало платят и так получается что когда мы начинали youtube до один из очень хорошо зарабатывал у нас была тогда возможность накопить на дом на первый взнос то сейчас мы живем в минус а к сожалению к сожалению потому что она просто так хвалила так я тут зависла немножко сейчас я быстренько видео под это самое подделаю она так хвалила сша просто непередаваемо то есть у нее такие были бешеные восторге и по поводу этой бесплатной еды которая реальная я бы эту бесплатную еду не ела бы заплату вы бы мне платили я не ела там всякая просрочка и еще гимо всякая напихана непонятно что вообще в этой как бы в этих коробках вот между тем она значит их очень сильно хвасталась кучу подписчикам навела и рассказывала без перерыва как вообще шикарно это самое сейчас закрою секундочку еще чтобы меня видели ну мои мои эмоции скажем так вот смотрим дальше и а сейчас она поняла что что-то не так стало в этом мире сейчас расскажу вам подробнее так что запасайте с попкорном в общем друзьям я сделаю отдельное видео о наших расходах чтобы может быть те кто думают что здесь у нас знаете золотые горы сто раз задумались жизни в америке нужна ли такая жизнь чего она стоит вот но я вам скажу сразу что конечно мы благодарим бога за то что мы живем да вот у нас мирное небо над головой и очень сильно мы болезненно переживаем за всех у кого этого нету друзья скорее бы наступил мир мы за мир во всем мире многословной то скажу вам честно что наша жизнь в америке сейчас нам обходится в минус две-три тысячи долларов каждый месяц нам пришлось открыть кредитные карты и тот уровень жизни я не уже не говорю нам не по зубам я вам говорю о тех текущих расходах которые у нас есть на данный момент который мы обойти не можем и с этими расходами мы живем минус две-три тысячи когда у вас каждый месяц минус две-три тысячи не не банк вы добавляете две-три тысячи денег которые у вас осталось там после трат а вы каждый месяц вас еще минус две-три тысячи то есть вы тратите на кредитной карточки вот что значит люди купили дом муж устроился водителем она и брала бесплатную еду все время набирала хвалила америку каждый день 24 часа в сутки как америка классно а теперь они столкнулись с тем что мигрантов пришло очень много этой русскоязычные мигранты которые не знают языка и ничего не мог делать они сразу идут на траки они составили конкуренцию это какой-то алекс брежнев рассказывает что в канаде там очень много приехала индусов и они почти бесплатно работа также эти русскоязычные которые через границу перешли и украинцы в том числе они соответственно практически даром работают в америке соответственно оплата водителям упала в разы а груза меньше потому что спрос начал падать америка закредитованная выше некуда людей сокращают топами соответственно они не могут покупать эти товары соответственно эти перевозчики не будут возить эти товары столько времени и вот теперь она начинает плакать оказывается все не так радужно как было но я помню ее канал два года назад она просто в восторге заливала соловьем про америку как вы знаете я мама троих погодок и еще одного новорожденного малыша ему четыре месяца кстати так вот такая ситуация что естественно я не могу пойти работать никуда чтобы поддержать финансово нашу семью так как старшему сыну 8 среднему 7 и еще следующему сашеньке будет 6 вот например джейсон сегодня в школу не пошел смотрите что такое я не скажу но если у тебя муж русскоязычная семья какого ты черта ребенка называешь джейсона вообще это нормально назвать ребенка джейсона у меня американская семья да то есть муж американец и вся его семья мы назвали сына алексом то есть это просто кратко от александр то есть александр это полное его имя алексом и называем как краткое имя не в ум не приходило назвать его каким-нибудь таким вот именем знаете вы я наоборот хотела чтобы имя было как можно больше предприлизы на приближена к русскоязычным ну к русскому к русским именам у тебя вся семья русскоязычная ребенка называют джейсона работать full time до полное рабочее время в америке ну чистыми у меня оставалось будет от 2000 долларов это потратить надо на бензин это надо если даже маленького в садик отдать это 1200 долларов стоит садик а продленка на которую должны были бы ходить дети стоило примерно 900 тысячу долларов не учитывая 1200 садик это знаете это какой-то вшивый садик потому что в техасе нормальные садики стоит полторы тысячи и 1800 это если хороший садик 1200 это какой-то садик где дети будут на матах спать на полу и есть морковку это самое на обед и все по те дни когда дети болеют это надо находить няню потому что ни один работодатель меня держать на работе не будет если я бесконечную буду пропускать а с четырьмя детьми вы сами понимаете сколько может быть таких дней в году также школьное время а школьное время скажу я вам это больше двух тысяч будет это на троих если еще малыша это больше трех тысяч будет стоить лагерь да даже больше мне кажется тысячи три с половиной будет стоит лагерь и летом особенно стоит для детей в америке неделя 800 тысяч долларов неделю это если вы отдаете ребенка в какой-то лагерь где он там ночует если это дневной лагерь это будет дешевле но это будете вы сами его туда отвозить утром и вечером забирать это называется лагерь если вы даете ребенка я помню когда приехала прикиньте 20 25 лет назад первое лето было я решила что дочку надо отдать в лагерь потому что здесь она у меня всегда была либо в лагере либо она на море ездила тут значит лето три месяца ребенок должен быть дома в техасе жара и невозможно на улицу выйти нельзя вот с мая до октября вообще на нос на нос на улицу не вытащишь я говорю ребенку надо же жить на свежем воздухе и надо же как-то там что-то делать муж говорю давай и отправим в лагерь он говорит у нас есть там детские лагеря для девочек только девочки отдельно мальчики отдельно там можно типа там раньше какой-то и они там уже спят в вагончиках каких-то на лошагях катаются и там речка была такая горная речка можно было на кону и сплавляться ну принципе и там понравилось тогда 20 лет назад неделя была 500 долларов значит на две недели надо было отправить этот вид ну тысячи долларов если у вас двое трое детей это представьте какие деньги то здесь в америке в лагеря детей не отвозят потому что это бешеные пешеные суммы куда хотите летом туда в этих детей девайте и обычно это большая проблема головная боль у всех родителей куда летом ведь детей это это большая проблема или это очень дорого стоит и куда-нибудь пристроить вот она об этом рассказывает будет еще в минус от моей зарплаты не учитывая 5 дни когда дети болеют а болеют если кто-то один заболел то дети болеют по кругу в общем-то это говорю к тому что я не могу сейчас пойти никуда работать а youtube приносит мне доход но это очень маленький доход и я наверное в следующем видео покажу вам сколько платит мне youtube количество подписчиков меньше и если вы мои хейтеры вы можете радоваться что вот у нас такая сейчас ситуация а если вы не хейтер и вы любите нашу семью то пожалуйста поддержите нас называется поддержите нас мы уехали в америку два года обливали россию по моему значит рассказывали как классно получать бесплатную еду и все остальное в этот сша как вообще в сша классно жить нарожала четырех детей а теперь она сидит и говорит россияне пришлите нам денег чтобы нас в америке поддержали вы можете это сделать тем что не забудете поставить лайк под видео и если сможете поделиться нашим видео в каких-то соц сетях вот это очень важно для алгоритмов youtube а потому что также эти видео если они снимут костка или там распаковку посылок и заработают на этих видео больше чем на каких-то просто влоговых видео так вот сейчас до каждая копейка важно и будем ездить на бесплатку хотела бы я вам сказать но будете сейчас в шоке потому что денис поехал на бесплатку несколько тут внимание тут шоковый контент они так на бесплатку ездили я вам говорю бесплатка это еда несъедобная ну а она показывает что типа вот хорошие там груши яблоки но это уже то что просрочено то что уже поднимает но не знаю в принципе наверное наверное с голодом можно есть я не знаю за 25 лет мне в голову не пришло ехать брать что-то на бесплатной вот этой бесплатки и то что дают не ищем да и какое качество там питания никто мне не уговорит что это надо есть и это съедобно никто даже за бесплатно я этого никогда бы и свои детей бы не кормила эти люди живут над этой бесплатной выдачи для они ищих вот сейчас подождите шок контент это еще не все я когда вот это услышал от меня было фишу сколько дней назад ну не представляете он приехал практически к открытию и до него было около 30 человек и пока он стоял 15 минут в очереди еще человек 20 подъехала это очень много для этой бесплатки она небольшая и денис увидеть ну а люди до которые раздают там продукты они примерно видят сколько человек приехала и они распределяют количество еды на всех было там много на наших русскоязычных иммигрантов наверное не знаю людей скажем так развернусь потому что я немножко дом проехала чтобы записать это видео получается когда он уже уезжал подъехали блогеры другие я все-таки была права что часть блогеров тоже ездят на бесплатку но просто они вам не показывают что вы мне туда ездят так что люди не спешите судить если первые разы мы ездили для развития нашего канала то все последующие разы мы ездили потому что мы нуждаемся если мы сейчас живем с таким минусом вы можете понять что бесплатка да там дают немного это небольшая экономия пусть даже 50 долларов экономия в месяц на бесплатки то это все равно хоть знаете хоть какая-то помощь поэтому мы сейчас действительно нуждаемся и но бесплатки теперь нет куда мы ездили там теперь не дают еду вот так что друзья вот такая ситуация были мы очень удивлены увидеть блогеров других с южной каролины которые на своем ютюбе не показывали оказывается они тоже нуждаются это же ездить на бесплатку просто кто-то знаете держит марку потому что за эти видео очень осуждают зрители вот поэтому такая история так что дры ну ребята так и есть я вот так полезла полазила по ютюбу да просто посмотреть что там происходит вот в американской сфере и вот все вот эти вот ребята которые пролезли через стену или получили визу на украине дают ее они все завели себе тут же каналы и каждый рассказывает в этих каналах как прекрасно в америке и вы знаете реально у меня такой какой-то момент у меня был такой знаете шок я думаю может я что-то там реально как бы вижу и все в негативном свете в сша на самом деле это то вот как силу все здорово люди по проехать по приезжали по пролазили через границу без документов без ничего и вот на тебе смотрите им дают и это это они там через полгода они уже рассказывают как они уже чуть ли не там дома вот это вот эта семья дом купили 4 у детей понарожали а теперь оказывается у них есть не на что а чем вы думали вообще как бы вы не жили не видели два года назад что ситуация в стране такая как был все вкатится пропасть не то не об этом не видят это вы видимо не думали а теперь ой мы нуждаемся и другие блогеры тоже нуждаются и все врут что на самом деле хорошо чтобы заработать деньги чтобы на них кликали и вешать лапшу нашим россиянам и украинцам чтобы они завидовали к активами а те смотрят дайте видео говорят ну реально круто же дамять бесплатно еда еда классная по их словам да я бы эту еду бы в рот вы не зала ней на низ всю семью кормят вот контент на этом делает очень ужасно 2 немножко сюда смотрим и я переключу это видео я просто хотела вам сказать что я не вру я вам когда говорю что в америке вот такая ситуация как печально на самом деле так и есть друзья у каждого из нас бывают разные периоды в жизни и не думайте что у нас тут манна небесная или золотые горы в общем мы сейчас в такой трудной ситуации поэтому прошу поддержите нас вот и ну сами понимаете у нас появился еще один член семьи и нам до сих пор не дали вид программы это помощь семьям с маленькими детьми где дают питание на ребенка во первых я очень сильно хочу побольше времени с ним право как бы не обращают внимание в общем на каллиграфию до 2 язык им это дается сложно скажем в погоне за развитием канала первые полтора года на ютюбе я настолько как была сосредоточена на ютюбе на развитие канала да вот на этих посылках бесконечных что я упустила учебу моих детей и сейчас приходится наверстывать естественно на ютюб остается меньше времени но еще важный момент что знаете что делать видео снимать монтировать прописывать делать картинки это не так легко как кажется на первый взгляд и это тоже занимает много времени и сказать вам вкусняшки вот это все хотела сказать что вот такие вот ты сейчас блогеры которые хвастались едой и всем как бы это все было классно а теперь оказывается в америке и не так уж и и хорошо да ну тут я смотрю как бы мне тут же вот канал и повыдавала что самозахват дома в сша да купил дом сша жильцами как их выгнать купил дом так же все какие-то которые надо выгонять этот вот мне канал выдает а жизнь сша смысл с мыслями возвращение в россию и так далее в общем ребята много там печальных событий поэтому а значит насчет патология а сша а а а к Продолжение следует...